Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались с вами на заседание Президиума Государственного Совета для того, чтобы обсудить проблемы одной из важнейших наших отраслей, а именно электроэнергетики. Я думаю, что у всех присутствующих здесь руководителей региона есть с этим проблемы, есть с этим связанные трудности, есть своё понимание того, чего и как у нас происходит в этой отрасли. Тем более, что наше с вами заседание происходит в абсолютно знаковом месте. Это и объект нашей гордости, и после известной катастрофы объект нашей скорби. Для России, как и для любой крупной страны, надёжное обеспечение электроэнергетикой, электроэнергией является основой для устойчивого развития экономики. А стало быть, основой для качества жизни наших людей, для поддержания нужной безопасности в государстве и в обществе. Одной из острийших проблем отрасли является морально и физически устаревшая инфраструктура. Мы все это знаем. В генерации доли оборудования, работающего более 30 лет, составляет около 40%. В сетевом комплексе более 50%. И именно износ оборудования стал причиной нескольких крупных аварий, катастроф последних лет. Я имею в виду и аварию на подстанции Чагина в 2006 году, и крупнейшую техногенную катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, и соответствующие проблемы в распределительных сетях Петербурга в 2010 году, да и проблемы, которые возникли в Московской области и в целом ряде центральных регионов зимой этого года. Инвестиции и ввод мощностей, казалось бы, растут, и это положительный результат реформ. Но и здесь контроль за эффективностью расходов явно недостаточен. За последние 20 лет практически не повысилась эффективность отрасли. Это очень тревожный показатель, имея в виду, что в других отраслях ситуация совершенно по-иному выглядит. Удельный расход топлива на тепловых электростанциях не снизился. Остался на уровне около 5%. Доля электроэнергии, которая расходуется на собственные нужды электроэнергетики, снижается незначительно и составляет около 17% от общего объема энергопотребления. Число подстанций, которые закрыты для присоединения новых потребителей в распределительных сетях, составляет около 10%. Еще одна тема, может быть, в настоящий момент самая резонансная. Я говорил об этом и с губернаторами, и с представителями бизнеса. Реальной угрозой для нашего экономического роста стало увеличение цен на электрическую энергию. Это реальная угроза. Несмотря на то, что начиная с 2000 года средние тарифы выросли более чем в три раза. Имеются в виду цены 2000 года, естественно. Они для крупных компаний и для граждан у нас пока остаются ниже, чем во многих странах мира. Это так. Но, однако, если названная тенденция сохранится, то по подсчетам аналитиков уже к 2014 году мы будем иметь цены на электроэнергию в России выше, чем в Соединенных Штатах Америки, Финляндии и в целом ряде других стран. Более того, эта цена достигнет такого уровня, когда строительство собственной генерации становится выгоднее, чем покупка энергоресурсов из сети. А с учетом того, что я сегодня услышал, это уже в ряде субъектов и на ряде промышленных предприятий выгоднее. Мы не хотим покупать, мы хотим строить уже. Ну, слушайте, мы чего создаем-то? Натуральное хозяйство? Да, Россия уникальная, особенная страна с колоссальной территорией. Но это все равно предел, за рамками которого останавливается развитие. По моей информации, уже сегодня, прежде всего для малого и среднего бизнеса, цены на электроэнергию уже превышают все возможные пределы. В январе 2011 года предприятия, которые работают на низком уровне напряжения, в Курской области оплачивали 6,5 рублей, то есть 15 евроцентов за киловатт-час. Я уже сегодня эту цифру приводил. Даже в Италии, которая является самой проблемной с точки зрения электроэнергетики страной Западной Европы, этот уровень составляет 11 или 11,5 евроцентов. Курская область у нас, видимо, богаче, чем большинство европейских стран. Рост цен, например, в Калуге по сравнению с январем прошлого года составляет почти 50%. Причем почти весь рост, вот этот объем этого роста, приходится на тарифы, регулируемые на региональном уровне. Видимо, у многих уже возникло устойчивое ощущение, что мы гораздо более богаты, чем наши европейские партнеры, и будем платить и платить за это. Основное увеличение цен, кстати, приходится на распределительные сети в этом увеличении и на сбыт. Еще более вызывающе выглядит то, как устанавливаются на 2011 год тарифы на передачу электроэнергии по распределительным сетям в субъектах Российской Федерации. Здесь разница по регионам в два, а то и в три раза. Тоже недопустимо. Чем отличается такое различие в тарифах? Наверное, дело в эффективности сетевых компаний, которые действуют на территории соответствующих регионов. Я слышу очень много нареканий на эту тему и много предложений. Я надеюсь, что сегодня они будут озвучены. Чего нам делать вообще с компаниями сетевыми? Необходимо этот вопрос внимательно проработать. Столь существенный рост цен для потребителей, он просто невозможен. И я уж не говорю о том, что такого рода процессы явно отпугивают потенциальных инвесторов от вложений в электроэнергетику, потому что это создает обратный эффект. Прежде чем мы обменяемся соображениями, я назову несколько приоритетных задач. Первое. Несмотря ни на что, нужно активизировать модернизацию отрасли. Строить новые генерирующие мощности по самым современным технологиям, как для обеспечения растущего спроса, так и для замены выбывающих объектов. По той информации, которая у меня есть, далеко не все запланированные объекты будут введены в строй. На самом деле, судя по тому, что у меня лежит здесь большое количество объектов, различных ОГК и ТГК, которые принадлежат различным инвесторам, по всем из них идет отставание. По всем из них. Где-то, наверное, эти причины объективные. Но где-то это связано с восприятием основных инвесторов этих задач. Они считают, что это вторичные задачи, что государство в очередной раз закроет глаза на это, все простит. Кризис был, перенесли, значит, еще что-то сделаем потом. Если большинство считает принятую схему размещения объектов электроэнергетики неправильной, ратуют за пересмотр этой схемы, мы можем ее и поменять. Но принятые обязательства, они должны исполняться и государством, и бизнесом. Почему иностранцы, которые тоже у нас сидят в этих объектах, все делают в срок? У них еще кризиса не было. На недавнем заседании комиссии по модернизации, которая была в Арзамасе, мы обсуждали вопрос формирования крупными компаниями с госучастием программ инновационного развития. Решением комиссии были определены и сроки утверждения этих программ. Часть компаний, напомню, должно это сделать до 15 апреля, но большая часть к 15 июля текущего года. Эти программы должны быть основой не только развития этих компаний, но и тех отраслей, где они функционируют. Правительство, с учетом утвержденных программ, к 15 августа этого года должно подготовить комплексный план действий по внедрению передовых технических решений в области электроэнергетики. При этом особое внимание уделить энергосберегающим технологиям и возобновляемым источникам энергии. Второе. Нужно завершить структурные преобразования в отрасли. Пора это сделать. Они идут уже очень давно. Но, тем не менее, не все из запланированного сделано в полном объеме. Скажем, на розничном рынке электроэнергии не существует эффективной конкуренции. Ограничен вход новых игроков. А потребители, они фактически отстранены от ценообразования. Это такая тусовка между собой, в котором потребители почти не участвуют. Во многом такая ситуация возникла из-за отсутствия представителей реальных потребителей в структурах, которые обеспечивают деятельность рынка и устанавливают регулируемые тарифы. Я считаю необходимым увеличить представительство потребителей в наблюдательном совете некоммерческого партнерства «Совет рынка». А то эта структура у нас фактически филиал Минэнерго, а вообще-то задумывалась она в других целях. Кроме того, нужно переосмыслить результаты реформы именно с точки зрения потребителей и внести соответствующие коррективы в этот процесс. Ещё несколько задач на ближайшие месяцы. Я хотел бы, чтобы были приняты исчерпывающие меры по следующим направлениям. Первое направление. Надо исключить оплату из лишнего резерва мощности. Да, резерва вещь хорошая. Но, во-первых, у нас эти нормативы существуют ещё с советского периода. И, во-вторых, далеко не везде это целесообразно. Во-вторых, нужно обеспечить запуск газовой биржи. В-третьих, необходимо применять конкурсы при заказе строительства новых гидроэлектростанций. В-четвёртых, оптимизация инвест-программ должна произойти и принципов оплаты услуг сетевых компаний. А также, и я хотел бы особо это подчеркнуть, тем более, что об этом меня постоянно просят руководители субъектов федерации, должна, наконец, произойти передача в управление или приватизация региональных распределительных компаний, которые сегодня находятся под контролем холдинга МРСК. Пора это сделать уже. Предложения по срокам и механизмам решения этих задач сейчас будут доложены. Все эти решения должны быть направлены прежде всего на то, чтобы обеспечить доступность электроэнергии, тепловой энергии как для граждан, так и для организаций, для бизнеса. Ну и третье – это повышение уровня технической и антитеррористической безопасности объектов электроэнергетики. Такое поручение правительству я давал и в связи с аварией на Саяношушенской ГЭС, и в связи с терактом на Баксанской ГЭС. Причём эти поручения касаются не только представителей силовых структур. Все главы регионов, которые имеют такие объекты, должны держать вопросы, связанные с эксплуатацией и защитой объектов топливно-энергетического комплекса, под своим постоянным контролем. Я надеюсь, в ближайшее время эти предложения будут представлены, и мы сможем ещё и соответствующий законопроект продвинуть. Продолжение следует...